Максим Бакинский Да, именно так мы находимся с вами на месте будущего строительства огромного проекта. Проект называется Lakeside Residence. Первая фаза проекта это три башни этажностью 14, 49 и 39, если я не ошибаюсь, этажей, плюс еще несколько офисных зданий. Весь проект будет воплощать в жизнь крупнейшие, это даже не канадская, а международная компания Greenland Groups. Они строят много и в Европе, и в Китае. То есть застройщик самого высокого уровня. В Торонто он уже тоже строил довольно-таки большое количество проектов. И нет сомнений, что этот проект будет жемчужиной этого места в будущем. Ну и сам локейшн, конечно, абсолютно уникальный, потому что это один из последних вутерфронт в Торонто. И если вы видите, вот сейчас вот здесь находится проект, который сейчас в строительстве, это Lake House. Кондо мы его продавали в мае месяце этого года. Весь проект был продан за три часа. За три часа было продано тысяча с лишним юнитов. И резервейшенов было в три раза больше, чем квартир в проекте. То есть здесь будет примерно то же самое. Продажи начинаются уже в ближайшие дни. Мы с этим проектом работаем, мы давно работаем с этим девелопером, поэтому это будет реальный первый эксос. Все наши клиенты, безусловно, получат квартиры. Как я понимаю, вы способствуете тому, чтобы ваши клиенты смогли купить квартиры в таких горячих, популярных проектах первыми? Да, понимаете, именно то, что происходит с Кондо Маркетом последние годы, что практически невозможно купить квартиры. То есть многие люди работают с агентами, агенты им обещают, и в действительности эти квартиры не получают. Потому что спрос гораздо больше, чем предложение. Да, мы работаем, это именно тем мы занимаемся. То есть мы, имея тесные связи с девелопером, договариваемся о каких-то первичных продажах, где мы имеем четкий доступ, и все получают квартиры. В последнее время рынок недвижимости просел. Разве на таком рынке выгодно делать инвестиции? С Кондо весь прошлый год был ажиотаж, сейчас происходит то же самое. И тут в плане рынка все нормально. Но понимаете, в чем дело? Я всегда заостряю внимание на том, что на тот рынок, который идет на подорожание, абсолютно не надо опираться. Это ненормально, то, что происходило с домами, ненормально то, что происходит с Кондо сейчас. Все наши технологии инвестиционные, они основаны не на подорожании рынка. Подорожание рынка – это как бонус. В действительности надо просто правильно выбирать проект. Вот этот проект, он абсолютно подходит, и подходит он по многим причинам. Можете назвать пять причин, почему этот проект столь примечательный? Во-первых, я уже перечислил, что это один из последних ватерфронтов, причем реальный ватерфронт. Если вы посмотрите в эту сторону, то впереди находится только Джордж Браун Калыч, который восьмиэтажное здание. То есть практически все этажи будут иметь прекрасный вид. Что на воду в эту сторону, что на сити в другую сторону, потому что тоже не закрывается. Второй момент, который всегда должен присутствовать в таких хороших проектах – это огромная офисная застройка в округе. Соответственно, квартиры будут очень сильно востребованы в аренду, это так называемая high-rent area. То есть все, что вдоль озера, уже построенные офисы. Если пойти в сторону даунтауна, то это 10 минут, и вы в самом центре даунтауна, в старом как бы офисном коре. Но это не самое главное. То есть я всегда говорю инвесторам, что надо вкладывать в те проекты, где в ближайшее время произойдет какое-то глобальное изменение. Так вот, это именно то место. Дело в том, что на повороте, вот здесь не так далеко, место, где Донт Вали сливается с Гарденером. И год назад сити и пробовал огромнейшую застройку в этом месте. Это будет самый большой в Торонто молл. Это будет очень большое количество офисной застройки. И это будет новый центральный транспортейшн хаб в Торонто. То есть здесь будет строительство нового крупного транспортного узла. Сюда подойдут ГОУ, сюда подойдет новая ветка метро и пересадочный пункт автобусов. То есть это все свяжет. И планирование города сделано таким образом, что чтобы до, естественно, до самого большого молла, причем он не самый большой в Торонто, он самый большой в Канаде будет. То есть это огромнейшие площади. Можно было со всех сторон города добраться очень легко. Но и это еще не все. Буквально неделю назад была большая презентация с присутствием Трюдо, всех властей городских Торонто. Это касается Гугл. Значит, дело в том, что вот есть довольно-таки приличный участок, который находится за вот этими домами. Waterfront. И когда-то, много лет назад, он был экспроприирован городом. И до сих пор город не знал, что с ним делать. Там были определенные технические моменты по строительству. Эти вопросы решили. И город, и провал проект компании Гугл, который будет называться Гугл Смарт Сити. Это целый мини-город. Сюда переходят главные офисы Гугл Кеннеда. И, соответственно, огромное количество офисной застройки. Причем это высокооплачиваемые рабочие места. И вот этот весь район, он ближайший к двум этим точкам. Новому Моллу, Транспортейшн Хабу и Гугл Смарт Сити. Возможность прогулок по великолепно обустроенной набережной одного из великих озер – это одно из преимуществ, на которые смогут рассчитывать будущие обитатели домов, которые построят или уже построили в этом районе крупнейшего мегаполиса Канады. По мнению Максима Богинского, в очень скором времени недвижимость именно в этом квартале станет одной из самых дорогих и желанных в Торонто. Каждый раз не перестаю восхищаться этим пляжем. Что это за пляж такой? Это мы находимся ровно в двух минутах от того места, где мы снимали на строительство, будущее место строительства. Это так называемый Шугар Бич. Прекрасное место, летом здесь народ загорает. Вообще это место за пять лет назад это были складские помещения. И вот теперь все изменилось. Огромная офисная застройка Джордж Браун Клалыча, сделали мини-пляж. Единственный, по-моему, пляж в центре Торонто. И закончена великолепная набережная с ресторанами. То есть оно уже и сейчас, это место, скажем так, неплохое. Но то, что здесь будет, когда все будет закончено, это просто продасть. То есть у меня никакого сомнения нет, что это будет самый дорогой район Торонто. Ну, не быстро, да. То есть, наверное, мы говорим о пяти-семи годах, но это будет самый дорогой район Торонто. Как быстро построят этот дом? У него ориентировочное окончание строительства 20-й год по документам. Но, честно сказать, я ни одного девелопера не видел, который построил вовремя. Можете рассказать о финансовой арифметике этих проектов? Я правильно понимаю, что, чтобы стать инвестором, не обязательно быть миллионером? Дело в том, что, смотрите, работает это следующим образом. У нас есть, у нашей компании есть большое количество и крупных инвесторов, и мелких. Крупные – это те, кто покупает по 7, 8, 10 юнитов. Мелкие – это кто покупает, скажем так, на последние деньги один. Но разницы, в общем-то, особой это не имеет, потому что правила для всех одинаковые. Мы и так, когда мы договариваемся с девелопером, вот эти первичные продажи, потому что девелоперу очень важно быстро продать какое-то количество, и мы и так выбиваем максимальные скидки и так далее. Работает это следующим образом. Есть депозит, то есть человек вносит, как правило, это 20% от стоимости проекта, причем не одноразовым платежом, а четырьмя-пятью платежами в зависимости от проекта. Здесь будет четырьмя. То есть по 5%, скажем. И это все растянуто где-то на полтора-два года, первые годы строительства. Никакого моргиджа на этот момент не нужен, то есть дом же еще не построен. Все, и дальше ждем окончания проекта. Дальше возникают несколько вариантов, как люди на этом зарабатывают. Первый вариант – это просто перепродажа контракта, так называемый, Саймон. Причем это горячие пирожки не посередине проекта. Вот меня всегда спрашивают, а можно через год продать? Да, можно. И при подорожании таком, как было в прошлом году, люди уже через год перепродают и получают очень хорошие деньги. Но на это ориентироваться нельзя, надо ориентироваться на среднее подорожание, потому что проект не дорожает от точки закладки до окончания вот так. Он дорожает вот так, потому что большинство покупателей, уже реальных, мы их называем, end users, это те люди, которые будут жить в этих квартирах, они покупают, они не могут сдать что-то, то есть самые горячие пирожки, Саймон, это за 2-3 месяца до окончания проекта. И самое главное, что люди, покупающие, они уже покупают по новой цене, и вот если ты в середине покупаешь, то ты эту разницу, прибыль, должен отдать из кармана. А если в конце, ты можешь это засунуть в моргидж, поэтому это легкая перепродажа. Это первый вариант, перепродажа и Саймон, второй вариант, это закрытие проекта, то есть получение моргиджа, причем очень важным моментом является то, что моргидж на Preconstruction очень легкий, потому что смотрите, что получается. Купили вы квартиру за 500 тысяч, положили 100 тысяч своих денег, а к моменту окончания она стоит 700. Даже не из-за подорожания рынка, а из-за подорожания эрии, из-за того, что правильно выбран проект. Если будет подорожать проект, так она миллион будет стоить по 30% в год. Когда банк выдает вам моргидж, он все равно делает и прейзл сегодняшнего дня. То есть получилось, положили-то вы 100, но квартира-то стоит уже больше, и вот эта вся прибыль, которая накопилась, она тоже как ваш даунпеймент. То есть в итоге вы получаете квартиру, когда обращаетесь за моргиджем, вам нужен моргидж всего на 50% от реальной стоимости квартиры. Естественно, любой банк даст вам этот моргидж вот так. То есть это второй очень положительный момент, почему для Кондо, именно для Preconstruction. Потому что легкое получение моргиджа, а это сейчас дорогого стоит на тех изменениях, которые сейчас прошли. Кстати, очень большое заблуждение, что там, например, дома дорожают быстрее. Вот видите, они дорожали, потом пошли вниз. Если взять статистику четкую за последние 50 лет, то дома в среднем дорожают на 6% в год, а Кондо на 5.8%. То есть практически это одна и та же статистика. Зато возник с этим гораздо меньше. И сами понимаете, даунтаун – это стопроцентные АА-клиенты, которые прекрасно платят, и тут проблем с этим нет. Субтитры подогнал «Симон»!